Вот, и смотрите, если я сейчас вот к тем дяденькам подойду, у меня стартует квест, по идее. По крайней мере, он стартовал в прошлый раз. Да. Без моего согласия просто. Пилала Мишку сегодня? Нет, Мишка сегодня не занималась. Я сегодня занималась видосом, как и говорила. Пит красный. Ты думаешь, у меня весь комп подтормаживает? Не знаю, что не так. Ну, я просто говорю, что я лазила за компом с проводами совсем. Нет, с интернетом проблемы нет. У меня персы не реагируют на то, что я нажимаю. Не знаю. Буферизация вроде нормальная, силененькая, все хорошо. Фиг его знает. Может быть, с твичом что-то с самим в плане буферизации не так, потому что с моей стороны вроде нормально. Пайман, мы давно не были в издательском доме Яи. Пайман, интересно, вышли ли у них какие-то новинки? Книга, которую мы читали с Эй, в тот раз была очень интересной. Вопрос проще простого. Есть только одна вещь, которую стоит желать. Это тонна моры. Чувак, как ты прав. Не знаю, насчет твоего компа, но в игре с правого угла показывают пинк, и он у тебя 100-500-200. Это много или мало? А, ну это много, наверное, да? Я, ХЗ? Чё не так? Это вне диалога видно? А-а. Но экзамен на следующей неделе. Если я снова провалюсь, мне конец. Лучше попросить успешной сдачи экзамена. Да ну, это лишь экзамен. Поверь мне, нет никакой проблемы, которой нельзя решить морой. А если проблему нельзя решить морой, надо просто добавить еще. Человек мудр не по годам. Нормальный пинк 50-60? А, окей. О чем они спорят? Очень ожесточенно. Что вы, ребята, не знаете? Нужно встать на землю в полночь бусиком, склонить голову и произнести особое заклинание. Тогда ваше желание исполнится. Похоже, вы действительно не в курсе. Это лучший ритуал, позволяющий загадать желание так, чтобы оно гарантированно исполнилось. Сейчас я здесь с диалога выйду. Ритуал загадывания желаний действительно работает. Разве такое может быть? И даже Паймен знает, что мир так... Что мир устроен иначе. Я тоже сначала не поверил, но потом у моего знакомого получилось. Этот парень по имени Кунихико, он всегда лоботрясничал, проводил дни впустую и задолжал кучу денег. Но потом несколько дней все же его... А, все его не видели. А, пардон. Но потом несколько дней всего его не видел. Обнаруживаю, что он одет с иголочки и пирует в роскошном ресторане. Я все узнал непосредственно от него. Он провел этот ритуал загадывания желаний и на следующий день проснулся в кровати, заваленной морой. Целая кровать моры. Ого. Пайму, успокойся. Конечно, я уверен, что кровать, заваленная морой, это преувеличение. Но верите вы в это или нет, почему бы не попробовать, верно? Это же не такой уж сложный ритуал. А вдруг ты какой-нибудь призовешь не того? Если вы все еще настроены скептически, поспрашивайте людей. В наши дни немало вполне убедительных историй об этом. Поспрашиваем? Ну, если это действительно правда, то только подумай о том, сколько моры Пайман могла бы. Да и ты наконец-то воссоединишься со своей сестрой. Великое подношение на руками. Если вот у меня пишут, что 89, а должно быть 50-60, как вы говорите. Я вообще никогда на это внимание не обращаю, честно. Я как обезьянка. Мне, знаете, вот настроили один раз, я дальше вкл и все. Похоже, действительно многие обсуждают этот ритуал. Видишь, тех двоих. Пайман помнит их, они из издательского дома Яэ. Один редактор, другой автор. А вот зря в онлайн-играх пинк играет не последнюю роль. Ну, я не играю в онлайн-игры, поэтому... Ну, кроме Геншина. То, что у тебя лут собирался не сразу, это пинк игры. Когда он у тебя красный был за 200, это сервак игры, так что забей. Ага, то есть я не могла собрать, потому что сервак не отвечал вовремя. Все, я поняла. Спасибо, что пояснили. Буду теперь знать, куда смотреть, если не собирается. Привет. Один редактор, а второй автор. Мои чаяния, прошу, ты услышь лунным светом пути озари. О, подмоги... А, подмоги... О подмоге и тебя я прошу. Нет, молю. Не бросай. Нет, оставь о просьбе в немле. Так мы долго провозимся. Чем вы занимаетесь? Ты меня напугал. На чем я остановился? Заклинание. Вы тоже пробуете провести этот новый ритуал загадывания желаний? Зинкити пробует, если быть точным. В последнее время его редко посещают вдохновение, поэтому я помогаю ему загадать желание, чтобы он смог преодолеть творческие трудности. Я не думаю, что вы поверите в такие вещи. Я не верю, но Зинкити никогда не прислушивается к чужому мнению, так что мне приходится идти у него на поводу. Господин Сигеру, прошу, не отказывайся. Это очень важно для меня. У людей сбываются самые разные желания. Стать привлекательнее, быстрее разбогатеть, переуспеть в учебе. Я всего лишь бедный писатель в поисках вдохновения. Разве я многого прошу? Я знаю, это сработает, так говорит моя интуиция. Разве ты не говорил то же самое, когда решил загадать желание в великом храме на руками? Я знаю, что это сработает, мое чутье меня никогда не подводит. Перезай кресло собрала с помощью отчима, сейчас за ним сижу, удобненько. Ну, значит, хорошо, спина будет меньше болеть. Кресло это хорошо. Амамори и святилище нужно слишком много времени, чтобы повлиять на удачу. Амамори это такие бумажечки. Как обереги. Ладно, хватит об этом, помоги мне с заклинанием. От этого зависит судьба моей новой книги. Ну, дословно, на самом деле, Амамори не обязательно значит бумажечку, это именно такая фигня на удачу. Оберег, по-русски. Если честно, думаю, тебе нужно сесть и хорошенько подумать о том, какую историю ты хочешь написать, и где вся та уверенность, которая была у тебя, когда ты начинал. А теперь пытаешься использовать сомнительные методы из старого романа. Что, этот ритуал загадывания желаний взят из романа? Да, это из книги под названием «Правдивое руководство по вызову духов», опубликованной издательским домом Яэ. Нет, скорее всего, издана само автором. Книга просто появилась из ниоткуда и стала невероятно популярной. Слушайте, это классическая, какая-то, знаете, городская страшилка из японских всяких там фильмов и прочего, когда появляется какой-то из ниоткуда предмет, и все им пользуются, такие «Ой!». Как писатель, я воздержусь от комментариев по поводу того, насколько хорошо написана эта история, но все говорят, что содержащиеся в ней заклинания, загадывания желаний настоящие. А еще можно под подушку что-то там положить, и с утра будет айфон. Послушай, Зюнькити, да, все говорят, что заклинание настоящее и действительно работает, но это только половина истории. Были слухи, что все, кто так исполнит свое желание, начинают вести себя странно. Что в этом удивительного? Скорее всего, они ликуют от радости, что их желание исполнилось. Немного подозрительно. Почему бы не сходить в великий храм на руками и не расспросить Яэ и Мику? Она эксперт в легком чтиве и сверхъестественном. Эксперт в легком чтиве. Очень популярный и надзумский роман. Окей. У тебя какая пачка под Яэ? Та пачка, которой я хотела под Яэ поиграть, я ей до сих пор никак не поиграю. На Делике я хожу вот сейчас вот так. Ганью, Яэ, Барбара, Джун. Меня эта ротация вполне устраивает. На этой самой... В Энкономии, вы видели, я бегала Яэ, Ганью, Юэмия, Барбара. В принципе, тоже на самом деле нормально. Я вообще хотела поиграть Яэ, Итер, Электро, Казуха и Барбара. Но я этой пачкой так и не поиграла по факту нигде пока. Потому что это самое. Сейчас вот заанонсили баннер Райтон, там будет Сара. Я надеюсь накрутить Сару хотя бы. В идеале, конечно, Райтон бы хотелось. Вот. Но хотя бы Сару. Я хочу, наверное, Сару качнуть. Типа, ну, еще и с Сарой пробовать. Вот. Потому что, ну, просто я хочу поиграть за Сару. Я пытаюсь ее хоть куда-нибудь впихнуть. Но вообще, мне кажется, я и Мико играет вообще, ну, практически с кем угодно нормально. Единственное, я сегодня смотрела гайд. Я вам кидала в чат Атакина. И оказывается, оказывается, чтобы больше шариков при электрорезонансе, чтобы дополнительные шарики появлялись, надо не просто два электра. Нужны реакции с другими элементами. С пира, крио или гидра. То есть двух электриков в пачке недостаточно. Надо с ними еще реакции делать. Вот тогда шарики летят. Ну, много шариков летит. Вот. А так, в принципе, она со всеми встанет. Оба скипаю, а я-то тоже сижу, жду Аяку. Ну, я буду крутить райден, а потом я не знаю. Зависит от того, если у меня вдруг получится, что у меня будет, ну, я проиграю 50 на 50, у меня будет гарант на следующий баннер. Я буду очень долго думать, кого мне брать. Я пока не знаю сама. С6 Сара просто нереально бафает электро. Ну, я, конечно, не надеюсь, что я на С6 накручу, но у меня хотя бы С2, чтобы хотя бы она играемая была. Потому что у меня одна С1, и с ней просто пока не поиграешь вообще никак. Смотрю, Яи не особо сильнее Кокоми бьет, но Коку захейтили за минусовой кэше. Про Яи говорят, ну, это же перс чисто для души. Не, Яи тоже захейтили на самом деле. Очень многие Яи захейтили. Поэтому я Кокоми не хейтила, как вы знаете. Я считаю Кокоми тоже хорошим персом для души. Ну, и для какого-то урона. Вот, кстати, в том же гайде Акина он говорил, что внезапно Яи с Кокоми хорошо играются вместе. Еще и Мказуху туда же в ту же кучу. И вообще разносит все и вся. Ну, вот я хотела Яи с Барбарой, соответственно, попробовать. Буду крутить Райден, подумаю покрутить текущий баннер. А, подумаю прекратить текущий баннер. Ну, в принципе, неделя может уже заканчивать. Если еще не выпало. Лиса прекрасно Райден нужна. Ну, Райден более универсальная. Она, ну, более незаменимая, чем Яи. Яи можно заменить той же фишкой при большом желании. Ну, конечно, не тот уровень дамага, естественно. Но по функциям хотя бы. А Райден она одна такая. На Кокоми мировой рекорд 1 миллион. Это мало? Или много? Ну, мало, наверное, да? Ну, Кокоми захейтили, да. Не, я думаю, на Реранее Кокоми на самом деле крутить будут. Не так, чтобы прям до небес. Но я знаю, мне писали в комментариях, когда я выкладывала ролик про Яи, про крутки. Мне многие писали, а я вот буду потом крутить Кокоми. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что Кокоми захейтили за минусовой крит шанс, все равно у нее достаточно много фаворитов. Нет, как-то почитателей, и ее крутить на Рера не будут. Поэтому, как бы... На самом деле, Райден тоже хейтили на выходе. Райден лучше Яи в разы. В боевом плане у нее ешка полезная. На ульте она разносит всех и вся. Ну да, я же говорю, что Райден, она лучше, чем я, и так-то. Что вы хотите от Электроперса? Я хейтила Кокоми, потому что все, что она может, это перехил. И даже без воскрешения. Учитывая, что у меня есть бебра в С6 в моллюске, которая может кратануть и воскресить. Нет смысла в Кокоми. Есть хорошо... Если есть хорошо вкачанная бебра... Не, есть смысл в Кокоми. Даже с... Ну... Не знаю. Из-за красивой моделики, точно. Если бы не я, то я бы, может, и покрутила Коком. Ну, блин. Просто... Ну, тут... Кому что нравится. То есть, нет смысла. Можно так к любому персонажу придраться, что, а вот он это не умеет, и все такое. Как хорошо, что ты здесь. Приветствую, что привела тебя в храм. У меня как раз есть замечательный роман. Очень рекомендую. Хочу кое о чем спросить. О чем же? Мы просто... Ты выглядишь довольно занятой. Мы не вовремя. Тут мужчина должен не стоять в позе чего-то прощающего, а лежать в ногах просто. Нет ничего особенного. Госпожа Гудзи, что значит ничего особенного? Я умоляю вас, спасите моего брата. Что случилось? Ничего серьезного, я так считаю. Но раз уж вам так любопытно, давайте попросим его рассказать эту историю еще раз специально для вас. Похоже, у вас хорошее отношение с Гудзи Яей. Пожалуйста, замолвите за меня словечко, убедите ее помочь моему брату. Сейчас все расскажу. Меня зовут Като Йохай. Моего брата Като Синго. Он всегда мечтал стать мастером мяча, поэтому однажды попросился к сенсею Домону из школы... Ну, короче, вы помните. Сисуи. Ученики. Домон отклонил его просьбу, посмотрел на моего брата и сказал, что у него нет того, что нужно для обучения искусству боя на мячах. Но и мой брат не собирался сдаваться. Он тренировался каждый день изо всех сил и, наконец, доказал, на что способен, победив недавно в поединке одного из лучших учеников. Но после победы он стал вести себя очень странно, как будто стал совершенно другим человеком. Врачи не могут разобраться в причинах, поэтому я считаю, что это дело рук злого духа. Вот почему я здесь и умоляю Гудзо Яе о помощи. Ха-ха-ха, знаешь, на самом деле вокруг не так много злых духов, как тебе кажется. Твой брат достиг цели, к которой стремился так долго. А теперь цели нет. Вполне естественно, что он чувствует себя немного опустошенным и потерянным, пытаясь понять, что делать дальше. На твоем месте я бы просто оставила его в покое и на пару дней. Он восстановится сам. Но, госпожа Гудзи, если бы увидели его так сами, вы бы поняли, он определенно не выглядит растерянным. Хорошо, хорошо, тогда скажи мне, когда твой брат сражался с учеником Домана? Где-то пять дней назад? Хм, пять дней назад. Госпожа Гудзи, времени прошло немало, я очень волнуюсь за него. Наше заветное желание однажды основать собственную школу, так же, как у Домана. Сейчас мы не можем подвергать опасности эту мечту. Подожди, я запуталась, ты здесь, чтобы спасти своего брата или чтобы осуществить свою мечту об основании школы? Разве это не две стороны одной медали? И еще, знаешь ли ты о последних интересных слухах? Если да, что скажешь? Слухи, я ничего не знаю. Но это очень плохо. Госпожа Гудзи, не меняйте тему, это же вопрос жизни и смерти, вы должны мне помочь. Мико, похоже, он действительно в отчаянии, эта история с его братом какая-то нехорошая. Давай, мы должны ему помочь. Ладно, ладно. Решено. Убалдали, чертяки. Ты ему поможешь? Ката, как там тебя? Эти два гостя мои доверенные знакомые, эксперты в исследовании всех странных и сверхъестественных явлений. Экзорцизм и тому подобные вещи, плевое для них дело. Подождите-ка. Правда? Сейчас я чатик почитаю. Я слышу колебания в твоем голосе, давай разберемся. Ты умоляешь меня о помощи, я рекомендую тех, кто может помочь, а ты вдруг сомневаешься? Нет, что вы, я верю словам госпожи Гудзи, всем сердцем. Спасибо вам обоим за вашу готовность помочь, пожалуйста, следуйте за мной. Бери, что дают, как говорится. Погоди. Мы кто угодно, но не экзорцисты. Мы этим не занимаемся. Не волнуйся, если он захочет, чтобы был проведен обряд экзорцизма, возьми горсть соли, рассыпай ее вокруг и бормочи при этом какую-нибудь ерунду. Так действует в новеллах, верно, главное это энтузиазм. Как только главный герой обретает уверенность в себе, все остальное волшебным образом встает на свои места. Но мы не в романе. Ну, вы единственный, кто сочувствовал ему. Не кажется ли вам, что было бы немного несправедливо заставлять меня делать всю работу? Кроме того, мы знаем, что вы не были бы здесь, в великом храме, если бы у вас не было просьбы ко мне. Теперь у вас появилась возможность показать, что вы пришли с добрыми намерениями. Хоть это и кажется неправильным, но технически ты права. В путь, не волнуйтесь, я тоже пойду с вами. Кстати, я только недавно заметила, что оказывается у ей не такая большая грузия, как мне казалось. Пойдем с Хехеем к его брату. У нее для вот этих вот высоких девушек достаточно небольшая. Что здесь происходит? Конечно, никогда нельзя быть уверенным в том, что творится в голове Миккин, но в Мико она кажется еще больше не заинтересованной в ситуации с Хехеем, чем обычно. Короче, по сравнению с той же Райден, у нее прям такая очень маленькая на кону жизнь человека. Так что сперва разберемся с этим. Потому что это просто не имбовые персы, и все. Вот, что Кукоми, что Яи, просто пятизвездки, которые можно качать, а которые можно не качать. В смысле, можно крутить, а можно не крутить. Чисто по желанию. Вот какого-нибудь Джуна надо крутить. Какого-нибудь Казуху надо крутить. Всяких там Хутавска с козами тоже крутить надо. А Кукоми, Яи, там, я не знаю. И Ола, в принципе, дамажит, но тоже... А что-то там далековато, подождите. Тоже дамажащий вроде персонаж, но тоже с кучей условностей. Начиная с того, что это физ-урон. Вот. То там еще, кого можно в пример из пятизвездочных таких привести. Тарталья, пожалуйста. Тоже, блин, чувак с костылями и ничего, тоже с армией фанатов. Вот. Так, а что мы ищем? Брата Юхея? Брат Юхея, ты где? Чуть-чуть хотя бы воскрешает на С6. Чуть-чуть нет смысла, вызывает Виктора. Обожатели Перехила, сами говорят, бесполезно, вы меня не слышите, не поймете? Ну, не знаю. Не знаю. Я бы на самом деле, если бы Кукоми была не параллельна с Райдом, я бы покрутила Кукоми, честно. Вот если бы даже была, допустим, Юймия и Кукоми, я бы покрутила Кукоми. Юймия у меня уже есть. Потому что я бы на самом деле тоже на рыбе поиграла. Так-то. Как странно, мой брат постоянно медитировал здесь последние несколько дней. А теперь он исчез. Медитировал? Да, он начал медитировать после победы над учеником дома. Она сидит один, разговаривает сам с собой, я немного тревожусь. Но сейчас это не важно. Куда же он мог пойти в нынешнем состоянии? Это проблема, если мы не можем найти твоего брата, то из кого же нам изгонять злых духов? Като, или как тебе там? Учитывая обстоятельства, почему бы тебе для начала не поискать своего брата, а по пути прихвати горсть соли? Она нам понадобится для экзорцизма. Это уже какие-то винчестеры. Уже понял, уже иду. Мико, а как же мы? Мы не можем помочь ему найти брата? Не нужно, пока этот парень, как его там, занимается поисками. Мы прогуляемся, опросим людей, что они знают о братьях. Может быть, узнаем какие-то забавные подробности. Бебра перехиливает, но это вынужденная мера из-за сраных волков, которых добавили. Чтобы как-то оправдать Кукоми. Пока их не было, он охилил ровно столько, сколько нужно. Так, что мне там опрашивать людей надо? Я не знаю. Я, кстати, моллюска так пока я нолики не качнула. Ну, мне и 2 на 2 там кокон с моллюском я и подобрала, но никак не качну. Чтобы вообще, в принципе, фу, моллюска я собирать, наверное, ни на кого не буду. Так что, в принципе, можно было бы и делу. А, с кем мы говорить должны? Вот, но... Просто я пока фармила кокон, у меня малюшка дофига была. Бесполезно, ибо на хилы не более. Барба перехиливает, но это вынужденная мера. Двойные стандарты. Бесконечный разговор про Кукоми. Давайте про Яи поговорим. Волков добавили, чтобы разнообразить гейплей. Во-вторых, я говорю, благодаря перехилу моллюск дает 30к каждые 3 секунды. Короче, на самом деле, волков добавили, потому что все привыкли играть с джун-ли, с щитом. И вообще разучились играть, на самом деле. Я хочу сказать. Я сама привыкла к джун-ли. И это, на самом деле, не всегда хорошо, потому что джун-ли 1, а пачки в бездне 2. И поэтому они вот добавляют новых. Бебра бесплатный перс, который есть у всех, Кока и вентовое лего. Ну, и вентовое лего, согласна. Ну так, можно же не все и вентовые леги брать. Крутить. Как будто что-то плохое. Но имеется в виду, что, типа, если и вентовое лего, то могла бы быть чуть более полезной. Подсчитай мне спокойнее. Спокойнее, но просто я говорю, дед один. Ты не можешь 2 деда в бездну взять. А если ты разучился совсем уклоняться, или что-то там еще делать, или у тебя хилов нету. Ты во второй пачке такой сидишь и кекаешь. Не было бы, какой миссет бы не выпустили. Ну, так, знаешь, можно про многих сказать. Не было бы Ита, и не выпустили бы сет этот самый на защиту. Наэль. Ну, вот я с Наэль хожу. Что поделать? Да, у меня тоже 2 дед, это Наэлька. Я вас прекрасно понимаю в этом плане. Здравствуйте, мы хотели бы... Ну, просто я говорю, что это, конечно, классный геймплей от щита, но это очень становится однообразным. Кинул щит и стоишь, дамажишь, как пулемет. Мы хотели бы расспросить вас о братьях Ката. В сборщике долгов Юхэй просил передать, чтобы вы не волновались, он расплатится, как только наберет учеников. Сборщики долгов? Нет-нет, мы с этим никак не связаны. Но, похоже, Юхэй и Синга попали в затруднительное положение. Думаю, никто не спорит. Они никак не могут заняться каким-нибудь делом, просто перескакивают с одной идеи на другую и ни на чем не останавливаясь. Но Юхэй сказал, что его брат всегда хотел стать мечником и даже попросил Домана стать его сэнсэем. Это правда. Синга умолял Домана взять его к себе и в конце концов тот сдался. Но даже после того, как он убедил знаменитого сэнсэя дать ему шансов, остался шанс, он остался прежним. Пиздельничал в классе вместо того, чтобы сосредоточиться на тренировках. В итоге Домана надоело и он его выгнал. Но Синга был возмущен, он обвинил Домана в том, что он не разглядел его потенциал и даже заявил, что вызовет ученика Домана на дуэль. Но мы слышали совсем другое. Как интересно. Мы слышали немного другую версию. Мой брат не собирался смиряться с поражением. Он тренировался каждый день изо всех сил и наконец доказал свои способности, победив недавно в поединке одного из лучших учеников. Вот наврали. Юхэй так сказал. Синга упорно тренировался. Это смешно. Он просто лежал, ругался, доругался каждый день. Вот и все тренировки. Юхэй рассказал мне о победе Синга в поединке, но я не придал большого значения этому. Вы можете спросить об этом у Кэнзи. На входе в деревню он всегда владеет достоверной информацией. Она так, а второй попрос на счетовик в игре очень заслужена. Не, ну само собой. Я на эльку раскачала тут вообще-то самое первое. Если до этого пошло. Вы мне про на эльку можете не задвигать. Сегодня пытаюсь пройти 12 этаж, мне не хватает персов. Сделайте слайд тут пятого. Язык тренировал, пока лежал. Не, это просто про тот тип людей, которые как бы могут только сидеть и возмущаться. Вот. Ну то есть они, как это, знаете, тип людей, когда они ответственность за свое поведение перекладывают на других. Что типа, ну им кто-то там условные палки в колеса все время вставляет и просто... А на самом деле они просто сами ничего не делают. Распространенный в России, типа. Мы бы хотели расспросить у вас о братьях Като. Ты Асинга и Хэй? Могла бы Лизочка хилить? А, идеально было бы. Насчет Яи все говорят, что она не дамажит. При этом совершенно не учитывая, что Электро это довольно слабая стихия на текущий момент. И для Электро персонажа она дамажит неплохо. Плюс да, она чисто для души, ее можно заменить кем угодно. Я кинула деньги в монитор, потому что она мега харизматичный тролль. Но мы тоже обсуждали. Деньги можно кидать, если они есть, во что угодно. Главное, чтобы себе морально было хорошо потом. Вот. Возможно, Яи потом еще раскроется лучше, когда ей сделают нормальный ее личный сет артефактов, там, какой-нибудь, там, еще что-нибудь. Вот. Никто ж не спорит. Возможно, когда реально Дентра выйдет, еще какая-то там, Электро бафнут, еще что-нибудь. Мы слышали, что Синга недавно победил ученика Домана. Это правда? Это правда. Подождите, так вы здесь потому, что узнали, что они открывают свою школу и хотите записаться? Нет, мы хотели бы узнать больше подробностей о поединке. Ты говоришь, с нужным человеком мне посчастливилось лично стать свидетелем боя. Я подумал, что это шутка, когда впервые услышал, что Синга собирается бросить вызов ученику школы Сисуи. Как-то Мэйкё, Мэйкё Сисуи. Но когда он достал свой меч, то будто преобразился. Он двигался с клинком так плавно, подобно текущей воде, завораживающее зрелище. Ученик Домана не из простых, но он не смог сравниться с Синга. Синга действительно настолько серьезный боец. Да, он ликовал после своей победы, говоря что-то вроде «Вот это дуэль, я давно не чувствовал себя так хорошо». Возможно, это был не Синга. А что-то вы еще подметили? Говорят, с тех пор Синга ведет себя по-другому. Я бы определенно сказал, что он более энергичен, чем раньше. Раньше он не делал ничего, только лежал и загорал целыми днями. А теперь, вот вчера, например, я видел, как он рубил деревья для староста деревни. За один день он сделал то, что большинству не удается за три. Мало того, ему удалось повалить дерево фиалковой дыни одним ударом. Впечатляет. Но после этого все пошло не так. Староста деревни принес ему тофу, он просто взбесился, закричал, «Что это такое? Держите это подальше от меня!» И убежал. Госпожа Гути, уважаемые экзорцисты, наконец-то я вас нашел. Уже ж дури раны лисы. Я нашел брата у водопада, и еще у меня есть соль, которую вы просили. Пойдемте и посыпем водопад солью. Как бы мне не хотелось остаться и послушать ваш удивительный рассказ, полагаю, нам лучше пойти, раз уж он нашелся. Лиса стала для меня неким символом спокойствия в это неспокойное время. Я бы заткнулась, если бы Кока воскрешала и была бы мощным хилом, но ведь нет, даже на констах она не может воскресить. Помимо того еще и Кэше в минус, ну камон, их можно заменить так же, как и Лису. Бедная Кока, ей там и кается. Ой, так, куда нам там? К водопаду? Ой, нифига себе далече как. Ты что, столько пешком идти? Нет, спасибо. Спасибо. Сюда, вниз. Посмотрите, это он у водопада. Так это брат Ехая? Ух, кто он медитирует, сидя в водопаде. Круто. Послушаю, он разговаривает сам с собой. Он бормочет, помогите мне, помогите мне. Каково, ты чувствуешь? В нем точно кто-то еще есть. Кока более мощный хил, чем Барбара. Барбара полностью не отхиливает и гидростатус накладывает коряво. Абсолютно бесполезно для той же Козы. Ну, да, я согласна, что Кока более универсальна, чем Барбара. Потому что Кокой ты поставил Медузу, грубо говоря, Козой отошел и, пожалуйста, дамаж. А Барбары тебе приходится просто в упор стоять к мобам, чтобы гидростатус на них попадал. Все, не кидала видос в чатик. Сравнивание Коки и Бебры. По параметрам хила и гидростатуса Бебра сильно проседает. Не, ну блин, Бебра реально бесплатный эпик. Че уж тут. Я не защищаю Лису, потому что она мне нравится. Я лишь пытаюсь объективно высказать свою позицию, ибо, дай, геймплейно от Лисы мне не было никакой пользы. Что есть, что нет. Кока не нужна. Не знаю, мне нравится на Лисе играть, и я больше чем уверена, что мне бы понравилось играть на Коке, если бы она у меня была. Вот, ну, в данном случае Райден у меня более приоритетна, чем Кока, да и вряд ли мне и Райден выпадет, честно говоря. Но в Подьяе лучше Райден, хотя Кокоми с ней тоже хорошо сочетается. Но просто из них трех Райден объективно самая лучшая. Ну, чисто по своей способности подкачивать ульты другим и все такое. Ты чувствуешь, ой, чувствуешь, ощущаешь мужественность основать собственную школу, это мелко. Как может мужественный человек стремиться столь ничтожному? Пожалуйста, пощади меня, пощади, я не чувствую мужества, я больше не могу чувствовать даже холод. Я не выдержу, я умру. Йо-хей, Йо-хей, спаси меня. Ты слышал, Том, он что-то бормотал, он явно просил о помощи. Ну не, не дамагеры. Ну не дамагеры, конечно. Мона как гидроаппликатор. Ну извини, подвинься, Мону еще достать надо. Максимальный урон Барбару 100к, рекорд Кокоми миллион. Это в видосе было? Мона из далеко не у всех и фиг выбьешь. Была бы Мона доступнее, вообще с кайфом было бы. Ну, так. Кто там? Он встал и идет сюда. Не подходи. На помощь. Что теперь делать? Мика, сделай что-нибудь. Она, Мика, такая стоит. Ах, бедняга. Йо-хей, здесь твоего брата висит на волоске, и он из последних сил зовет тебя на помощь. Что нам делать? Я не знаю. Мне кажется, что Синга на тебя чем-то ужасно обижена. Не мог бы ты рассказать, в чем дело? Я не знаю. Я не знаю. Не знаешь? Но ты же должен лучше всех понимать, как твой брат стал таким. Йо-хей, я тебе советую хорошенько подумать, прежде чем снова открывать рот. Это вопрос жизни и смерти. Это... Брат, твой ближайший родственник. Ты должен был сразу заметить, когда он начал вести себя странно. И вот проходит целых пять дней, прежде чем тебе приходит в голову обратиться ко мне за помощью. Ты думаешь, что я не замечу зияющих дыр в твоей истории? Я... Как пожелаешь, я не против. Можешь не говорить правду, если не хочешь. Но после смерти Синга ты будешь следующим. Часть какая. Тут грибота. На Коку Гарант есть, в отличие от Моны, которую вообще никогда можно не выпустить. Ну да. Модельки в полтора полигона? Ну так, а ты как хотел. Бесполезно пытаться убежать. Куда бы ты ни отправился, он будет тебя за спиной. В конце концов, вы же вместе его вызвали. Черный гробик, он все-таки был вызван. Я скажу, я скажу. Мы с братом использовали заклинание загадывания желания. Мы загадали желание. Искнивое правдивое руководство по вызову духа. Именно, то самое, которое сейчас на пике популярности. Просто нужно произнести заклинание в полночь, и желание сбудется. Как описывалось в книге, мы нарисовали магический символ. Вступили в него босиком в полночь, произнесли заклинание, и вот вокруг нас появились сферы света. После того, как мой брат пожелал стать мастером меча, это действительно сработало. Ни с того, ни с сего он стал отлично владеть мечом. Но его личность полностью изменилась. Почему-то сразу не обратился за помощью. Я беспокоился, что если он вернется к нормальному состоянию, то растеряет все свои навыки владения мечом. Тогда наши планы открыть школу боевых искусств будут невозможно реализовать. Мы снова окажемся в нищете. Я хотела оставить это в секрете, пока мы не обустроим додзио и не расплатимся с долгами. Тогда почему ты отправился в великий храм на руками? Видите ли, как он себя сейчас ведет? Я беспокоился, что могут пойти слухи, будто он вовлечен в оккультное искусство или что-то в этом роде. Тогда никто не захочет записываться к нему в ученики. Какой эгоистичный брат! Поэтому я подумала, что, возможно, у госпожи Гуди есть способ вернуть моего брата к нормальной жизни и при этом сохранить ему навыки. У тебя полно гениальных схем. Мне кажется, его надо линейкой по попе отшлепать. Перестань обманывать себя. Эти новообретенные навыки владения мечом не его. Они принадлежат духу, который им овладел. Верно, мы были неправы, когда это сделали. Но разве у нас был другой выход? Пойти работать? Хорошо, теперь твоя очередь, малыш. Рассыпь соль, а затем достань меч. Мечтала. А, это вы, это самое? Прококов? Сейчас мы солью в него как кинем. Отлично всегда помогает. Что это? Это же дух! Видишь? Это то, что вы вызвали. Теперь, и теперь смотри, когда... И смотри, теперь, когда от Синга нет толку, дух идет прямо к тебе. Спасите, помогите. Так, секунду. Мико, он потерял сознание. Что нам теперь делать? Ничего не делать. Давай, малыш, быстрый бой, и все закончится. Почему нас малышом называют? Конэко-чан. Как нас Лизочка величает. Кто это? Ты тоже знаешь, что он в сражениях? Ара-кава-кодзи. Сражайся. Он идет. Берегись. Даща моего одной левы. Победите мистического духа, в которого вселился Синга. Который вселился в Синга. Старушки-люсе 150 лет, ну да. Ха-ха-ха-ха, это было здорово, отлично, вот это повеселились. Я не чувствовала себя так прекрасно очень давно. Все, мы исполнили его последнее желание. Он исчез, но выглядел довольным. Паймен запуталась. Тома, что здесь происходит? Я тоже ничего не понимаю. Поговорим позже, они вот-вот очнутся. Опытная. Что я здесь делаю? Йохэй, Йохэй, это ты? Нисан, ты в порядке? Ой, сорян, но брат. Йохэй, мне приснился такой странный сон. Мне снилось, что я больше не бесполезный неудачник с мечом. Я даже победил одного из учеников Домана. Я думал, что теперь мы наконец сможем открыть собственное додзю, но потом я понял, что не могу управлять этим телом. И какой-то голос в голове постоянно со мной говорил. Я был в ужасе и хотела вернуть себе контроль над телом, но не мог. А голос продолжал говорить о мужественности. Синга, мы не должны были загадывать это желание. Мы вызвали дух, и он завладел твоим телом. И если бы мы не пришли тебе на помощь, твоя жизнь оборвалась бы раньше времени, потому что потом дух преследовал бы твоего брата, пока бы он тоже не умер от утомления. Спасибо, госпожа Гудзи, и спасибо вам за помощь, эксперты по экзорцизму. Пусть он отдохнет, он сейчас очень слаб, так что, так как был одержим уже несколько дней. У него поднимется температура, но ничего смертельного. Помните, это цена за совершенное. Нечего баловаться с докинаниями. В этот момент я обычно читаю лекцию об ужасных последствиях использования оккультных методов для получения силы, которые вам не принадлежат. Но думаю, теперь вы все сами поняли. Теперь поняли, мы больше никогда не будем так делать. Спасибо, госпожа Гудзи, спасибо, экзорцисты. Ладно, пойдем. Опять, пойдем ничего не делать. Там кто-то в кустах сидел. Мико, они действительно погибли, если бы мы не вмешались? И если да, то почему же ты не хотела идти на помощь? Да, все с ними было бы в порядке. Мне пришлось их немного припугнуть, иначе вряд ли бы эти два бездельника усвоили урок. Что же вселилось в Синган? Вы сами не видели... А, вы сами все видели, и я уверена, вы поняли, что за дух в него вселился. Мастер-мечник. Много сил и энергии, при этом не ест тофу. Паймен поняла, это был Они. Правильно, хоть он и завладел Синга, у духа не было никаких злых намерений. Казалось, он пытается научить Синга быть смелее. Он просто хотел, чтобы им были лучше. Справедливо, но это произвело обратный эффект. Рассыпанная соль заставила его на время покинуть тело, а затем вы истощили силы духа, сражаясь с ним, и он исчез. Даже если бы мы вообще ничего не делали, Синга в конце концов стал бы слишком слаб, его тело уже не могло бы принять дух, тогда бы он ушел по собственной воле. Конечно, для Синга и ухая стресс немалый, и, возможно, этот опыт научил бы больше, чем мое легкое запугивание с небольшим преувеличением. Ну, главное, что никто не пострадал. Ладно, с этим делом мы разобрались, пойдемте. Подожди, Мико, ты говоришь, что разобрались, но ты уверена в этом? А почему нет? Заклинание, которое они использовали. О, ты имеешь в виду, что они взяли заклинание из той книги? Да, я знаю про нее. Вообще-то, вот что там в кустах такое? А, это Хиличурл, что ли? Вот это вот в тушках. Вообще-то, именно из-за этой книги мы пришли к тебе в святилище сегодня. Заклинание сейчас очень популярно. Здравствуйте. У людей нет таких способностей, как у нас Йокая. Вполне понятно, почему им интересны заклинания для вызова сверхъестественных сил. Валяется? Дело не в том. Проблема в том, что заклинания в книге действительно способны вызывать духов и прочее. И многие пробуют. Но даже тогда силы у людей ограничены. Даже если они успешно вызовут духа с помощью заклинания, он не останется с ними надолго. Я бы и не стала об этом беспокоиться. Но кто и зачем написал книгу? Не грозит ли это опасностями в будущем? Что ты думаешь? Кто бесполезную лису крутил? Я крутила! Я немного переживаю. Если Мика говорит, что все в порядке, не стоит беспокоиться. Мне больше любопытная реакция, Мик. Большие события на рынке романов должны быть в центре ее внимания. Не так ли? Ну, похоже, эта книга ее совершенно не волнует. Госпожа Яя, вот и вы. Курода, что ты здесь делаешь? Я здесь, чтобы сообщить о продажах издательского дома. Я и за последний месяц... Я вас лично нашел здесь, возле водопада, чтобы сообщить. Гениальный сюжетный ход. Вся статистика здесь, пожалуйста, посмотрите. Вот он бегал за ней просто по всей надзуме, чтобы доставить. Мы что, теряем долю рынка? Да, общий лидер продаж, выбор читателей, топ рейтингов. Нас обошли по всех категориях. Одна книга возглавляет все рейтинги. Она называется «Правдивое руководство по вызову духов». Ребята, не уходите, я передумала. Что такое твое выражение лица? Меня пугает. Это ужасная книжка, с ней надо разобраться. Ситуация серьезная. «Правдивое руководство по вызову духов» это абсолютный хит по всем показателям превосходящей романы издательского дома. Насколько серьезная? Насколько? Я усердно работала над рекламой нашего новейшего издания. А теперь из ниоткуда появляется конкурирующая книга, и мы ей проигрываем. Это просто возмутительно. Многочисленные мемы про учителей в отпуске вспомнили. А, которые их находят, да? Мне надо придумать контрплан, и вы мне поможете. А мы-то здесь при чем? Ладно, я не пойман ли говорила, кто и зачем написал книгу, не грозит ли это опасностями в будущем. Я правильно понимаю, что безопасность жителей Инадзума не так уж важна для вас? Вот какая тоже эгоистка. Вот пока ее не касалось, ей было фиолетово. Подождите, что только что произошло? Опять же, технически ты права, но это кажется неправильным. Вперед будем биться. Люди могут навредить себе пофиг. Эти конкуренты обогнали нас в рейтинге. Возмутительно, да. Вообще, как они могли себе позволить это? Я собираюсь вернуться и подготовиться. Встретимся возле издательского дома. Это просто беспредельное беспредельное, я считаю. Как вот можно было взять и это самое, обогнать в рейтинге? Это просто обычный хельчур? Это обычный или необычный? Я в них не разбираюсь. Вроде обычный. Странный вроде не так спит. Я просто не знаю. Я странного хельчурла два раза в жизни видела. Или это он? Ладно, мы все равно его убьем. Наверное. Или не убьем. А что он не реагирует? Странных хельчурлов нет в Надзуме? Чел. Мне кажется, он умер. Все. Это сломанный хельчурл. Да. Может быть, это сюжетный хельчурл? Типа его победил этот самый? Ну, чувак. Ну, в смысле, который одержим был. Только как-то он подозрительно лежит, ничего не делает. Хладит глумиться над трупом. Ну, сорян. Я не очень глумилась. То, что мертвого умереть не может. Так-то да, конечно. Мико, мы на месте. Каков твой план действий по борьбе с этой конкурирующей книгой? Попробую угадать. Нам дам подсказку. Это связано с издательским домом Яи. Паймэн знает. Ты объединишь репутацию издательского дома Яи со статусом Гудзи Яи и скажешь всем, что заклинания в этой книге опасны. Первая же догадка, и вы абсолютно неправы. Серьезно, ты не собираешься так поступать? Правдивое руководство – самый популярный роман в мире. Если бы мы поступили так, как вы предлагаете, то фактически разрекламировали всем, что заклинания реальны. Предупреждая всех об опасности, мы добьемся лишь того, что появится еще больше любопытных читателей, готовых испытывать заклинания на себе. Кроме того, продажи книги могут только вырасти. Такое обернулось бы катастрофой. Как насчет того, чтобы конфисковать все экземпляры? Даже если оставить в стороне вопрос на погромных человеческих ресурсах и силах, которые потребовались бы для этого, то такие усилия, предпринятые из-за романа, были бы чрезвычайно разрушительными для жизни и надзумцев. Это значит, что мы ничего не можем сделать? Никто не говорит, что мы не можем. Я читала правдивое руководство по вызову духов. У книги много других хороших качеств, не только заклинания. Она содержит множество древних кайдан, то есть рассказов о сверхъестественном и написано увлекательно. Именно поэтому она стала такой популярной. Думаю, нам будет трудно ограничить ее популярность, пока это единственное произведение своей ниши на рынке. Ты имеешь в виду? Да, как избавиться от хита, заменить его следующим хитом. Поэтому мы создадим следующий роман хиты надзумы. Побить показатели продаж книг конкуренты и вернуть наших читателей. Вот так Яймика ведет войну. Кстати, это также будет лучшим способом борьбы с влиянием правдивого руководства по вызову духов. Подожди, Мика. Ты хочешь, чтобы мы написали роман? Я никогда не писала раньше романы. Вы говорите, Лиса была бы плохим политиком? Не, из политиков она была бы самым лучшим, наверное. Ну, быстро научиться писать невозможно, но не будем забывать, что я главный редактор издательского дома. Я и у меня есть свои методы. Я сказала, что то, что мы собираемся сделать, я верю, что слово «командная работа» есть в вашем лексиконе. В настоящее время проходит прием заявок от писателей. Начните сообщение с читателями, выясните, что им интересно. Когда у вас будет представление о современных тенденциях, приходите ко мне. Ух, как напишем, как напишем. Я буду в ресторане «Призрачная беседка». Найдите меня, когда закончите. Я соберу команду, и мы сможем поработать, пока едим. Сёгун Мико, да. Мико в сёгуны. Так, куда нам там? Наверх. Ну, она как типичный серый кардинал, знаете. Читатель. Ты читатель? Я читаю романы давно. В основном мне нравятся большие, амбициозные, фантастические произведения с оригинальной концепцией и хорошим сюжетом. В наши дни кажется, что все друг другу подражают. Чаще всего я могу догадаться, о чём будет рассказ уже по названию. Единственная недавняя книга, о которой стоит упомянуть, это «Правдивое руководство по вызову духов». Это не только хорошая история, там и описания такие правдоподобные. Настолько, что я задаюсь вопросом, а может ли быть такое... А может ли быть, что автор действительно встречал этих юкаев раньше? Скажу честно, я читаю новеллы ради дешёвых, острых ощущений. В большинстве традиционных историй главный герой медленно растёт и становится сильнее через расставание и потери. Это хорошо читается и всё такое, просто для меня такой темп слишком медленный. Напротив, есть популярный в настоящее время роман под названием «Правдивое руководство по вызову духов», где главный герой суперсилён с самого начала. Вот что я имею в виду под дешёвыми острыми ощущениями. Захватывающее действие с первой страницы. Главная героиня — Китсуне, которая не только разбирается в заклинаниях, но и владеет искусством, чайной церемонии, живописью и каллиграфией. Да-да, я понимаю, мастерица на все руки. Так, кого мы ещё не спросили? Вот того, дяденьку. Ключ к успеху романа — наличие хороших иллюстраций. Когда использовать иллюстрации, что они должны содержать и у какого художника заказывать, всё это ключевые моменты, которые следует продумать. Хорошая иллюстрация скроет множество грехов. Но, с другой стороны, плохая иллюстрация испортит роман, даже если у вас самая лучшая история в мире. Новеллы зачастую воспринимаются через призму подхода «купи картинки, получи рассказ в подарок». Я бы с этим согласился. Жаль, что у большинства ведущих художников плотный график, договориться с ними крайне сложно. Иллюстрации в книге «Правдивое руководство» невероятны, и они не похожи ни на один из знакомых мне художественных стилей. Если вы не в курсе, то Паймон узнала много интересного о новеллах, «Давай расскажем я им». То в «Ранобе», как у нас перевели легкие романы, у них обычно идет текст и периодические иллюстрации. То есть это не манга, это именно просто иллюстрации в книге, в обычных текстах. Для пущей наглядности, скажем так. «Когда Эй наставила ее своим замом, пока Билл из Райден, я ей не очень-то обрадовалась». Я бы не говорила, что она была бы этому рада. Это лишняя ответственность. Нифига ей лишняя ответственность. Я бы говорила, чтобы она просто справилась. Но да, нафиг такую ответственность, Юха. Когда можно просто есть тофу и читать легкие романы. Или что она там ела. Да, она тофу, по-моему, ела. То есть она могла бы, но ей это нафиг не надо, конечно. Зачем? Это лишнее.